в общем показываю что на аукционе выиграла за все 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 заплатила 78 долларов здесь вот такая ортопедическая подушка не знаю может алексею подарю вот такие подушки зачем настолько подушек гости приедут им подарить по 1 тут 4 по моему в каждой упаковке по 2 все новое все запакованное короче вот подушки мы ждем гостей и я наверное по одной подушке подарю ребятам это у нас holder board для досок а то весь на него спадают там сзади вот так вот для досок подставка дальше это у нас я думала они огромные они малюсюшечные оказывается вот такие вот корзинки для хранения их тут в коробке три шишки я реально думал что они большие долларов за 6 их выиграла вот это я прям мечтала выиграла за дорого но на амазоне она стоит еще дороже диспенсер для риса ой вот кнопочку нажимаешь сюда рис значит заполняешь кнопку нажимаем крис насыпался и идешь мыть такая вот чаша еще тут дырки на промывать на чтобы рис не убегала вода убегала такой вот диспенсер для риса купила на что-то он там дофига 23 паунда было написано 23 паунда это 12 килограмм теперь рис будет не по пакетикам валяться абы где абы как а в диспенсере дальше у меня вот это моя подруга тамара очень хвалила я даже распаковывать не буду не знаю не помню говорила я зрителям или нет что мы переезжаем а чё всего две минуты ей что-то не снимала что ли это короче спа массажер для ног греть ноги и тут массажные какие-то элементы тоже есть а вот это еще открой вот я даже не буду распаковывать в этом доме сразу в новом доме распакую а вот это я купила мешутки одеяла нормально а то он у нас знаешь чем укрывается мой тоненькая синтепоновая не маленькая что-то доллара за четыре я такое одеяло выиграла она размером twin я не знаю смогу найти пододеяльник виновский или нет в общем вот такие покупки я совершила на аукционе кому понравилось ставьте пальчики вверх самое главное не сняла не буду пока говорить что это это подарок для наших друзей соседей вот такая огромная коробка надеюсь не видно да не по надписям что это такое не буду пока говорить что это потому что возможно соседка смотрит мои влоги это подарок для наших соседей скоро у главы семьи будет день рождения вот и я знаю что они о такой вещи мечтали большая часть суммы занимает вот эта вот штука я просто не могла вам не показать я просто вам озвучиваю что самое дорогое у меня из моих покупок это диспенсер долларов за 15 все остальное подушка вот это за 2 доллара вот эти подушки тоже что-то не помню несколько долларов одеялами шутки на 4 доллара я просто вам рассказываю что ценники маленькие вот такие да общий чек вышел на 78 баксов потому что вот самое дорогостоящее в этой покупке это вот это вот штука это мебель какая говорить не буду вот потом когда мы подарим я надеюсь у нас будет возможность снять это все потому что мы уже переедем но в любом случае я думаю что я приеду я сниму этот подарок и вам еще покажу вот эту штуку я выиграла я прям за ней охотилась чуть не когтями выдирала у конкурентов лишь бы выиграть мне очень понравилось и я думаю что моим соседям и друзьям тоже понравится итак друзья я готовлю омлет омлет у меня со шпинатом с различной зеленью которую на футбанке дали также еще какие-то овощи были мелко нарезанные в пакетике холодильники лежали я их решила подать термообработки короче все закинула на масло авокадо все жарю и решетку из разбила что мне сейчас дали 12 штучек там положила туда травки орегано чеснок соль черный перец залила залила все этим овсяным молоком и теперь на медленном огне буду жарить пока полностью не пропечется мой омлетик это у меня сегодня такой завтрак будет но естественно я это все не съем оставлю семье может быть они завтра разогреют вот потому что свежий омлет не получилось сделать им на завтрак также в пакетике дали мне капусту с уже заправкой я все все пакетики открыла сюда вывалила в чашку также в пакетике вот такие вот не то тесто не то что это хрустящие такие снеги были сюда положила перемешала и набрала алексею небольшую чашечку а это у меня остальное наверное съест олег потому что больше всего любят такой салат у нас в семье олег и алексей чем у нас мишанчик занимается ты маленькую дырочку открыл в диспенсер для риса насыпает рис а я здесь хотела сделать кабачки по корейски но как вы уже поняли кино у нас не случилось мне испортили настроение в итоге два дня пролежала это эти нарезанные кабачки у меня в холодильнике я не стала уже рисковать решила поддать подвергнуть термообработки просто сейчас пожарю и будет взяли кабачки вкусно очень тоже вот о чем не испортили настроение почему у нас в итоге не случилось мукбанга я так готовилась целый день а дети видите какие красивые у нас стриженные ой такие вот красивенькие поехали на встречу мигрантов и папа их там накормил я их целый день ждала чтобы мукбанг снять а они покушали там в итоге короче я разозлилась и кино не было мешание не надо молодец всем доброе утро друзья у нас без двадцати десять утра уже солнце светит вовсю ярко-ярко я даже не открываю жалюзи полностью потому что прям очень солнечно вот вчера олег очередной раз нас порадовал а вот стендинг студент означает выдающийся студент здесь наименование его школы но так как мы переезжаем уже на будущий год он не будет в этой школе учиться вот награждается олег никифоров короче он у нас оказывается выдающийся математик вот мы не знали честно порадовал сыночек очередной раз ну а я все никак не доберусь чтобы навести порядок здесь в комнате и снять вам обзор дома но я обязательно это сделаю здесь у нас тоже ящики понаставленные те ящики для того чтобы вынести на дорогу напишем free бесплатно и вынесем на дорогу вот я вышла позавтракать мне очень захотелось вот такая у нас сметанка соу крем это сметана очень захотелось хлебцы со сметанкой и мы вчера купили шесть вот таких коробок клубники они были по акции 299 за коробку в коробке почти килограмм 2 паунда 299 вот мы купили лимит был 2 2 коробочки на человека поэтому мы поехали с ребятами миша олег и купили вот на троих 6 коробочек клубники я себе помыла три ягодки смотрите они какие огромные шикарные классные сейчас как сейчас короче на хлебец сметанку и сверху слайсами нарежу клубничку вот здесь у меня уже растет батат надо будет его куда-нибудь применить вот и хотела вам показать диспенсер для риса кнопочку нажимаешь рис насыпается кнопочку опускаешь рис прекращает насыпаться вот такой вот диспенсер с такой чашечкой короче очень удобно теперь рис не где-то в полках в пакетиках хранится а вот сюда мы огромное количество пакетиков высыпали по заявленному от производителей здесь 23 паунда это около 11 килограмм риса может поместиться вот так же я вам показывала у нас алексей блин все вот такие вот доски ломает у всех таких досок ломает ручки вот две у нас доски теперь без ручки одна единственная с ручкой осталось деревянные доски у меня и вот такую поставку под доски я себе выигрывала на аукционе классная удобная доски теперь не шатаются не валяются а стоят на своем месте вот так все красиво классно организованно вот это я еще давно выигрывала на аукционе поскольку я знаю что вот это вот такое это такие графитовые палочки они здесь вот так выходят ой достаточно плотно забиты не хотят выходить вот графитовые палочки они заостряют ножи но мне собственно это не нужно у меня есть точилка для ножей электрическая вот а так в принципе для хранения у нас в россии такая была и здесь мы тоже такую как только я увидела на аукционе сразу решила что а еще и она усовершенствованная у нас в россии была просто по моему не помню квадратная ну вот просто квадратный вот такой бокс то а здесь смотрите еще и для маленьких ножей есть еще и вставки для различных там лопаточек в общем для хранения вот так все у меня здесь на кухне организовано вот эту штучку я вам показывала наверное уже не помню показывала или нет вот так этот вытаскиваешь раз резаком чик и порезал кусочек этой пищевой пленки столько сколько тебе нужно маленький кусочек плохо отрезается а когда большой кусочек отрезаешь он идеально отрезается вот фольга у меня здесь хранится пищевые пакеты и пищевая пленка это мешание у нас уже допивает клубничный nesquik мы его покупали он так хотел так хотел так просил в итоге ему купила вот так это выглядит смотрите о пахнет вкусно клубничкой пахнет класс вот что вам еще показать ладно пойду себе завтрак готовить еще хотела вам показать просто невероятный кофе с соленой карамелью это просто ну не передать словами как он вкусно пахнет у меня кофемашина не дырявит вот эти вот капсулы поэтому я капсулу скрываю пересыпаю сюда и завариваю себе кофе делаю кофе что хотела сказать вот это вот вот этот вкус кофе с соленой карамелью это просто я не знаю даже как вам сказать ну блин друзья если есть возможность попробовать такое кофе обязательно попробуйте вот рекомендую не пожалеете это настолько вкусно просто никогда в жизни насколько я достаточно много кофе выпила в россии у меня кофемашина была да вы знаете всегда я покупала в зернах всегда натуральная арабику вот но вот этот кофе просто превзошел все мои впечатления рекомендую это самый вкусный кофе в моей жизни могу смело вам заявить кофе я буду пить с вот таким овсяным молоком это нам тоже на футбанке дают полезная классная вкусная витаминизированная как видите b2 b12 молочко все мне приятного аппетита такой у меня сегодня будет завтрак со сметанкой и конечно же ржаные хлебцы которые помните я на аукционе за доллар выигрывала с удовольствием ем когда съем вот эту пачку будет что пол ящика я уже съела пятая пачка это короче мне приятного аппетита и всем кто со мной вместе трапезничает тоже приятного аппетита всем остальным хорошего дня отличного настроения друзья мои это лучшее что я могла только придумать себе на завтрак это невероятно здесь кстати такая сметана она во первых густая посмотрите вот во вторых ни малейшей кислоты в ней нет короче она суперская вообще сметанка обожаю особенно вот этой фирмы кстати есть еще одной фирмы которую тоже многие признают любят но я ее даже честно признаться не пробовала а вот эту сметанку как-то мне дали на футбанке мне она очень понравилась вот еще раз повторюсь ни малейшей вообще кислинки в ней нет она очень густая очень крутая сметана ведь прям с ложки не падает вот и я когда зашла в smart and final а smart and finally я покупала авокадо по акции лимит был 12 штучек я дважды туда заходила дважды по 12 24 авокадо купила за 12 долларов короче два авокадо за один доллар вот когда я ходила за авокадо по акции просто увидела чисто случайно вот здесь три паунда сметаны это почти полтора килограмма сметаны за 429 я подумала что это очень дешево и поэтому решила взять вот эту канистру мы уже едим ее третий или четвертый день половинку на энтокс и чуть меньше половинка си осталось это очень вкусно и когда намазываешь на нежный хрустящий ржаной хлебец сверху кладешь слайсами нарезанную клубничку это такое объедение как вы уже поняли я в последнее время особенно за своим питанием слежу больше стараюсь всяких там овощей фрукты я не ем овощи у меня в рационе зелень вот и меньше вообще исключила сахар напрочь и связи с этим классным решением я похудела уже на семь килограмм вот я стала себя легче чувствовать у меня нормализовался сахар в крови естественно в последнее время мне не особо меня не особо волнует моя фигура меня больше волновал мой сахар сахар нормализовался я похудела вообще все шикарно все классно вот стараюсь меньше мучное все равно присутствует те же ржаные хлебцы это тоже мучное можно сказать да вот картошку я ем я не исключила прям напрочь все неполезные продукты но максимально их попыталась оптимизировать и как рассказать оздоровить что ли ну в общем больше здоровой меньше нездоровой пищи хотя полностью это картофель я не исключила из рациона вот и как вы уже поняли да я в последнее время за более здоровую пищу и вот это равносильно тому что я завтракаю пироженкой так вкусно просто не передать словами сметанка без единой кислинки густая она знаете чем-то ну нет наверное с творожным сыром некорректно сравнивать потому что все-таки творожный сыр он такой и соленый и более густой вот но эта сметанка просто идеально для завтрака шикарная с клубничкой клубничка тоже она местная вроде бы как пошла уже у нас и не настолько приторно-сладкая то есть в зимний период она была тоже ароматная вкусная но настолько была сладкая что я ее например себе не могла позволить кушать я не ем такие фрукты как бананы дыню я не ем то что вот прям приторно-сладкая я не ем но вот эту клубничку она в то же время и не совсем вырви глаз какая кислая в то же время и не совсем приторно-сладкая просто идеальная клубничка вот такой у меня сегодня пироженковый завтрак с кофейком и